добрый день друзья сегодня 21 сентября 24 года хочу показать как разогналась лоза на кусте у нас называется виноград черный доктор я его садил из школки в прошлом году то есть саженец школки прошлого года видео есть у меня на канале ну так вот значит к осени у нас уже вызвала такая вот лоза точнее три лозы если быть точным ну одну мы сейчас обследуем для примера вот например она уже вызвала и вот если по ней идти до стойки до стойки вот этой вот у нас высота 230 только что замерил и поворачивает она идет по вот этому бруску между гряди у нас тут три метра три метра продолжается еще побег на метр вот он до школки дошло до нашей школ очки вот дошел аж получается вот он даже чуть больше то есть суммарная длина побега получилось 6 метров 30 сантиметров то есть побегу так идет ну и приходит сюда вот получается второй побег я укоротил так как не такой побег длинный не нужен я его карате буквально тут вчера отрезал чтобы удобно было прослеживать этот побег то есть это я укоротил ну то сейчас мы пройдем во двор я покажу какими препаратами я стимулировал этот рост чтобы вырос такой кустик у нас сейчас ставлю на паузу мы пройдем во двор и так продолжаем значит весной когда у нас только растения просыпаются начало вегетационного периода я использовал такое удобрение удобрения харьковского производства называется доброго для винограду это удобрение с микроэлементами то есть в принципе можно подробно ознакомиться состав его тут есть как его использовать и так далее помимо этого удобрения мы использовали значит удобрение аминостин это комплексное удобрение тут аминокислоты растительного происхождения азот фосфор калий ауксины цитокинины вот этот препарат самый действенный это мы обрабатывали по листу значит но этот препарат обрабатывается во время вегетационного периода активные фазы то есть тут азота 24 поэтому вы должны понимать что на определенном моменте азот уменьшается до минимума то есть это весна-лето так сказать и все значит также использовали помимо значит минеральные от этого удобрения мы использовали смесь поливали значит водорастворимый гумат калия фирма кому интересно сити макс тут также написан состав гуминовые кислоты фульвовые кислоты калий 2 у 12 процентов и как тут носить не корневая корневая подкормка и так далее очень хорошее качество удобрения так сити макс то есть им можно работать и по листу и удобрять подкус непосредственно с водой разводить это мы использовали комплексно это мы разводили и обрызгали по листу аминостим очень отличный препарат такой советую кого такого нет еще сейчас завершающей стадии для стимуляции значит вызревания лозы мы используем монофосфат калия концентрация 40 грамм начинали примерно с 20 граммов потом 30 грамм раз 10 дней и сейчас 40 грамм третья обработка у нас фосфат калия таблица есть в принципе сколько вносить можно ознакомиться в интернете почитать вот например концентрация фосфора 52 калия 34 процент один момент обрабатывать этим препаратом по листу нужно вечернее время после того как солнце ну практически зашло этим самым будет исключаться обжигание листа то есть правильно обработка как советую специалисты и мы так делаем вечером то семь восемь девять если ну это сейчас уже семь грубо говоря шесть-семь вечера уже так как солнце рано заходит сейчас я вам покажу как в школке у нас дозрела лоза с помощью монофосфата калия перед нами школка побеги уже практически вызрели так ну вот например и так дальше сейчас пройдемся по той стороне посмотрим еще более удобно подходить ведь же коричневая лоза тут тут так далее идем по школке вот она уже вот тут порядка метр пятьдесят уже вызрела вот это например лоза уже выше меня ростом выше двух метров наверное например вот вызрела плохо видно да вот так вот лоза например ну и так дальше у нас три школки так я много например 1 покажу столовые сорта вот могу показать в основании сами сами череночки которые вот они собственно говоря такое вот вызревание наблюдается уже вызрела и так дальше если пройти есть что-то более тонь тонкая более другое что-то более толстая ну тут зависимости от сорта от места где был срезан побег красавчик такой в таком состоянии находится школка у нас вот отличный такой саженец данном случае что это у нас памяти учителя и так дальше так что если еще не обрабатывали монофосфатом калия то уже давно пора конечно помочь винограда вот так пошло бегло пробежаться такая школочка все принципе что хотел показал всем удачи увидимся следующих видео